Библейский портал экзегет.ру представляет Шестидесятый псалом для библейского портала экзегет, читаю перевод российского библейского общества. Вот такой спокойный псалом. Пятидесятый у нас в основном бурный. Там идет речь про борьбу с врагами, очень разное настроение в пятидесятых псалмах. Шестидесятый такие минорные. Вот там у нас был мажор, а здесь минор пошел. Здесь у нас такие размышления о Боге, очень спокойные. Ну, потому что бывают разные состояния и настроения. Как всегда, псалтирь, она очень разнообразная и внутри себя обладает некоторым единством, таким сложно устроенным. Под заголовок шестидесятого начальника у хора под музыку струнных сложено Давидом. Вновь мы видим про то, что указано именно на Давида в авторство. И псалом короткий, довольно простой. «Услышу, Господи, мой вопль, молитве моей внемли. На краю земли я тебя зову и в отчаянии сердце мое. Возведи меня на скалу, недоступную мне. Ты, прибежище мне, укрепление мощное против врага. О, если б нашел я приют в твоем шатре навеки, если б укрылся в тени твоих крыл» — музыка. «Ты, Боже, слышал обеты мои, дал мне долю с теми, кто имя Твое почитает. Ниспошли царю долгие годы, из поколения в поколение пузлится жизнь его. Пусть всегда пред Богом на престоле сидит, да хранят его вера и правда. Я вечно буду имя Твое воспевать, день за днем исполнять обеты мои». Вот все очень кратко, просто и так медитативно. Единственное, что, может быть, удивляет, сначала как будто Давид говорит про себя, а потом как будто кто-то другой говорит про него или вообще про кого-то. Ниспошли царю долгие годы. Почему бы не сказать «ниспошли мне долгие годы»? Такое ощущение, что здесь молитва обо всей династии, из поколения в поколение. То есть царь — это тот, кто сейчас на престоле, не обязательно нынешний и текущий, а вот вообще царь, который приходит на смену другому. «Я вечно буду имя Твое воспевать, день за днем исполнять обеты мои» или «вечно» имеется в виду «пока я жив». Да? Другой вечности здесь нет. У человека вроде бы другую вечность просто и не знает, недоступна она ему. Ну, мы не понимаем, как она устроена, другая вечности, тогда, пожалуй, особо никто о ней ничего и не знал. Трудно сказать однозначно. Во всяком случае, вот после этих бурных-бурных войск, военных псалмов и борьбы с врагами, «Ты прибежище мне укрепления мощные против врага», но самого врага нет. И, собственно говоря, Господи, мне нужен Ты, мне не нужна слава, мне не нужна победа сама по себе, мне нужно просто быть с Тобой, укрываться под Твоими крыльями. Вот иногда, может быть, достаточно сказать это. Ну, в следующем псалме к этому будет добавлено кое-что из предыдущих. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok